Можно пояснить, если хочешь. Ну ты помнишь, что была мельчайшая сварга в самом мелком аллатаре? Когда она падала, когда столбы уничтожались, она падала в следующий по размеру проявления сварги. Потом Тиффан и Тиффанида опять проходили, но ты же сам рассказывал. Ну да, но если бы она распалась, то что она целыми падала? Потому что нужно было, чтобы она распадалась, потому что нужно было, чтобы в следующий по размеру сварги были осколки. Тех материальных образований, которые Тиффан и Тиффанида совместно со Всевышним, с воздействием других богов создали на том микроуровне, чтобы потом этот микроуровень встроить в следующий уровень. Чтобы потом этот, когда уровень опять рассыпется, его встроить в следующий уровень. И так, чтобы создать ту группуру, где сначала микро-микро-штуковины, потом более-большие, потом-потом-потом через много потомов кванты, потом через много потомов, ну не так много правда, потом после квантов все-таки идут атомы, молекулы и так дальше, и так дальше. А вот есть мельчайшие-мельчайшие и самые большие-самые большие? Самая большая сварга, самая мельчайшая одна ганна-единица. Одна ганна-единица, да? Да. А из чего состоит ганна-единица? Есть там этот конец? Или оно как-то закольцовано? Не закольцовано. Просто осмысление ганна-единицы без медитации очень сложно. И для этого, чтобы понять, тебе нужно будет читать тексты, а чтобы понимать тексты, нужно будет знать буквицу. То есть это как минимум через полгода мы сможем вернуться к этой теме при условии твоего непрерывного изучения письменности и физической философии. Вот. Есть, да? В то же время ганна-реакция начата с вами привело к следующему. Это самое всё.